22 домовладений и около десятка частных автомобилей пострадали в ходе разрушения водного резервуара в Гагре. По предварительным подсчетам специальной комиссии общий ущерб оценивается в 2 миллиона 870 тысяч рублей. Об этом в ходе совещания, которое провел премьер-министр Артур Миквабия, сообщил глава Гагарского района Беслан Барциц. На это глава правительства ответил, что выплаты пострадавшим гражданам должны начаться в ближайшее время и обозначил крайним сроком в среду следующей недели. Деньги мы выплатим на следующей неделе пострадавшим, по тем документам, которые мы с вами уже сделали. И как обещали людям, мы выполнили взятые обязательства. И главное, за что мы с вами попросили, я лично извинился перед гражданами города Гагры по восстановлению водоснабжения. Так как оно там до этого существовало. В результате лопнувшего 31 октября в Гагре резервуара с водой практически вся восточная часть города Гагра осталась без водоснабжения. Однако на следующий же день подача воды была восстановлена. Ремонт резервуара необходим. По предварительным подсчетам на это потребуется 5 миллионов рублей. В срочном порядке нужно чинить и дорожное полотно, проехать по которому сейчас практически невозможно. Участок дороги, пострадавший из-за селевого потока, весьма важен для города. Это единственный путь до городской больницы. Однако справиться своими силами со всеми возникшими проблемами Гагрская администрация не в силах. То, что у нас на балансе, эти канализационные, ливневые и так далее, каналы, все это мы отреставрируем, отремонтируем, приведем в рабочее состояние за счет городского бюджета. Что касается дорожного полотна и строительства самого резервуара, тут уже мы ждем от вас помощи. Сейчас в Гагре бесперебойно работают водяные насосы. Главный насос эксплуатируется уже более 60 лет. Работать в режиме нон-стоп ему опасно, может выйти из строя. Поэтому ремонт резервуара нужно начинать в кратчайшие сроки, отметил Барциц. Должен сказать, что наши насосы сегодня работают под нагрузкой. То есть постоянно процесс закачки идет, население не испытывает дискомфорта. Более того, вода начала подниматься на более высокие этажи и так далее. Лопнувший резервуар был введен в эксплуатацию в 1981 году. За долгий срок его эксплуатации серьезных нарушений в работе не было. По последним заключениям специалистов, возможных причин аварии две. Первая – износ анкирующих стержней, закладывающих в строении. Вторая – возможные подземные толчки. По данным сейсмологов, они имели место быть. И возникшая в резервуаре волна могла прорвать стену водохранилища. Илана Касом, Баторник Амичба, Абаза ТВ.